Резкие колебания курса доллара и евро, повышение ключевой ставки Центробанка, как следствие, в большинстве российских банков в декабре повысили ставки по вкладам. Вслед за ними изменили условия работы и микрофинансовые организации. Это стало поводом для более пристального внимания к их деятельности со стороны контролирующих организаций. Подозрительно высокие ставки по вкладам в кредитных кооперативах могут оказаться обманом, предупреждают жители республики в региональном управлении Роспотребнадзора. В отделе по защите прав потребителей напоминают, что согласно законодательству для ведения деятельности микрофинансовых организаций не требуется лицензия. Именно поэтому для начала стоит проверить наличие компаний в реестре МФО. Их перечень есть на сайте Центробанка России. Риск состоит в том, что вкладывая в микрофинансовые организации, стоит понимать, что в этом случае нет никаких государственных гарантий сохранности вкладов. Прежде всего, средства микрофинансовые организации защищены намного хуже, чем это по банковским депозитам. Вложения средств в микрофинансовые организации не имеют государственной гарантии возвратности, как это в случае, например, с банковскими вкладами. Микрофинансовая организация может в добровольном порядке застраховать ответственность за нарушение договора займа, но она законодательно не обязана это делать. Надо обратить внимание, что микрофинансовая организация, привлекающая денежные средства граждан, физических или юридических в виде займов, должны иметь не менее 5% собственных средств. Подписывая такой договор, обратите внимание на текст. И хотелось бы, чтобы вы, прежде всего подписывать его, обратились к опытному юристу, независимо от микрофинансовой организации, чтобы он дал оценку условиям тексту этого договора. Но если вы вдруг все-таки стали жертвой противоправных действий микрофинансовой организации, необходимо срочно обращаться с заявлением в полицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok